Нередко ноябрьские собственники с удивлением замечают, что показания их приборов, которые они аккуратно сдают в единый расчетный центр, проигнорированы и счета за воду и электричество приходят совсем другие. Мы выяснили, что главная причина всего – истекший срок поверки счетчиков, а люди просто про это забыли. Рубрика «Жалуйтесь, критикуйте, хвалите». Оказывается, счетчики воды к тому моменту, когда заканчивается срок поверки, могут насчитывать меньше литров, чем хозяин использовал на самом деле. Но могут и наоборот. В этой квартире прибор по учету горячей воды на каждые 10 литров сверху накидывал лишние 300 граммов. Холодную же помогал экономить. В одном случае они показывают в пользу потребителя, в другом случае в пользу энергоснабжающей организации. Но это недопустимо. Однако узнать самостоятельно, в чью пользу считает прибор, если, конечно, к ним не привинчен магнит, не получится. С этой задачей справятся лишь сотрудники ноябрьского отдела метрологии. Это единственная организация в городе, которая занимается поверкой счетчиков и имеет для этого соответствующее оборудование. Электрические счетчики надо нести к ним в офис. А вот счетчики воды проверяются исключительно в квартирах владельцев. Наши специалисты выезжают в квартиру, проводят измерения и на следующий день человек может получить результат поверки, положительный или отрицательный. Правда, цена этого удовольствия заставляет задуматься, а необходимы ли такие услуги. Поверить прибор собственнику обойдется в 1400 рублей, при том, что стоимость нового счетчика не превышает и 500. И заметьте, хорошо, если поверка показала, что прибор исправен, а если нет, раскошелиться придется дважды. И на поверку старого, и на покупку нового прибора. Неудивительно, что за год за поверкой прибора в службу метрологии обращается всего порядка 300 человек. А, к примеру, в этом магазинчике люди в неделю покупают десятки новых счетчиков. Вот горячая вода через 4 года, на холодную воду через 6 лет. То есть, если вы поставите этот счетчик, только через 4 года будет и на горячей, и на холодной. Заметьте, информация о том, сколько служит прибор учета ресурсов, одна из ключевых. Причем важно знать не дату изготовления счетчика и не день, когда он заработал в квартире, а именно срок поверки. Первая поверка всегда проходит на заводе изготовителя. Это указано в паспорте прибора, и там же обозначен срок следующий. Специалисты предупреждают, что коммунальными службами принимаются в расчет только даты поверки. К примеру, если на безошибочную работу водосчетчика отведено, допустим, 3 года, и он все это время просто пролежал на полке, то через 3 года его показания не примет ни одна управляющая компания. Как только истекает срок поверки, он считается непригодным коммерческому учету, и расчет платы за коммунальную услугу потребителя уже производится, исходя из среднемесячного потребления ресурса, рассчитанного исходя из показаний прибора учета за последний год. Если счетчик работал меньше, чем год, то по фактической сроку работы, но не менее трех месяцев это должно быть, до даты, когда будет проведена поверка, либо заменено, но не более трех расчетных периодов. А дальше по нормативу? К слову, следить за датами поверки счетчиков – обязанность жильцов, а управляющие компании, которые тоже располагают этой информацией, предупреждать об истечении срока службы приборов никого не обязаны. Их задача – правильно вести расчеты. Хотя, если вы забыли дату поверки или документы на счетчик не сохранили, то тайну из этого коммунальщики делать не будут. Ирина Потехина, Виталий Харченко, новости нашего города.